Ребята, всем привет! Это Кристина, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы продолжаем с вами серию экспериментов по планированию спринтов. Начиная с января этого года, я начала свое планирование не по месяцам, как обычно, а стала планировать непосредственно по спринтам, то есть по системе Катерины Ленгольд. Советую посмотреть вам предыдущее видео, оставлю на него ссылочку здесь, для того, чтобы понять, почему я решила пользоваться данной системой. В сегодняшнем видео у нас будет два блока. В первом блоке я покажу вам рефлексии, которые я делала после первого спринта, а во втором блоке я покажу вам непосредственно сам спринт. Ну что ж, давайте начнем. Так выглядит мой разворот рефлексии, то есть это мой спринт с прошлой недели, и после этого спринта я оставляла себе одну неделю для того, чтобы проанализировать, как прошел мой предыдущий период, чего мне удалось добиться, и так ли эффективен спринт, как я думала в самом начале. Здесь у меня рефлексия по трем целям. Например, цель номер один была выполнена наполовину, и поэтому у меня были какие-то выводы, которые я сделала по прошествии трех недель. Цель номер два я полностью закрыла и полностью выполнила ее, что действительно потрясающе, потому что с той же самой задачей без планирования в прошлом году я потратила гораздо больше времени, поэтому в этом случае спринт мне очень помог. И третью цель я также выполнила наполовину. Также у меня не очень зашел блок с благодарностями, если вы помните этот блок. Мне казалось, что он дублирует блок моих воспоминаний, потому что в своих воспоминаниях я указываю самые яркие события, и в основном они просто дублируются с моими благодарностями. Возможно, я не совсем осознала, как работает и этот блок, но в новый спринт я решила его не добавлять. По прошествии этого спринта я поняла, что мне удалось выполнить почти все задачи. Я чувствовала очень большой подъем, потому что у меня цели не были размазаны на месяц, а у меня была четкая структура, то есть как я должна следовать какому плану для выполнения поставленной цели. И мне понравилось, что у меня была резервная неделя, то есть неделя рефлексии, потому что в эту неделю я могла не просто анализировать и отдыхать, а могла, например, закрыть свои хвосты, которые мне не удалось сделать на первый спринт, но закрывала я их очень лайтово, то есть без какой-то торопливости, потому что основной спринт уже прошел, и сейчас просто осталось почистить какие-то задачи. Кроме того, неделя рефлексии помогла мне немножко снизить контроль, то есть это тот момент, когда три месяца ты упорно работаешь над своими целями, а потом даешь себе неделю просто отдохнуть и поделать то, что ты себе не могла позволить. Например, в неделю рефлексии я играла в компьютерные игры, я действительно их очень люблю, но на спринт я не могла себе их позволить, потому что у меня все было очень четко распланировано. А в неделю рефлексии я расслабилась, успокоилась и готова к новым начинаниям. А теперь мы переходим на новый спринт, это второй спринт, и дата этого спринта с 8 по 28 февраля. В этот новый спринт я также сделала для себя три цели. Я читала ваши комментарии к предыдущему видео, что по системе Катерина Линггольд вам нужно делать только одну цель на три недели. Но также, проанализировав, на то и у меня была рефлексия, я поняла, что веду bullet journal и вообще ежедневник аж 2016 года. То есть мне кажется, что за этот период я уже научилась, как мне ставить свои цели и как их контролировать. Поэтому поставить для себя три цели не представляется мне чем-то сложным. Но, конечно, если вы новичок и никогда по этой схеме не работали, то советую вам начать с одной или двух целей на спринт, чтобы не загнать себя совсем сильно. Итак, мои три цели на этот спринт, я их озвучу для вас. Цель номер один — это записать и опубликовать аудиокнигу. Очень любопытная цель. Я вступаю в ряды проекта, который называется «Литрес Чтец». И, возможно, вскоре книги с моим голосом появятся на платформе Литрес. Но для этого мне нужно пройти достаточно долгий путь. И сейчас я к нему медленно иду. Для того, чтобы не затягивать с этим заданием, оно достаточно сложное, я решила поставить себе цель записать и опубликовать книгу в течение трех недель. Вторая цель — это закрытие моих хвостов по курсам. У меня сейчас очень много курсов, которые я прохожу. И так получилось, что их дедлайн совпадает с окончанием второго спринта. То есть почти все мои курсы, которые я набрала, заканчиваются в конце февраля. Поэтому у меня стоит очень глобальная задача, и здесь она даже прописана как интенсив, пройти все эти курсы. Я знаю, что это не очень продуктивно возможно, но я уверена, что когда я прослушаю все эти курсы, что-то-то в голове у меня останется. И поэтому себе я составила вот такой вот график. Как вы видите, какие-то вещи я уже сделала. И кроме того, я даже выполнила какой-то пункт из третьей недели. Мне кажется, что это тоже вполне возможно, поэтому просто какой-то пункт из первой недели я оставлю на третий, чтобы у меня не было перегруза в планах. И цель номер три — это расхламление жесткого диска. Здесь указано, что это начало. Я, скорее всего, потрачу около года на то, чтобы расхламить свой жесткий диск в 1 терабайт. Мы все знаем, как сложно избавиться от сотен тысяч одинаковых фотографий на жестком диске. Это именно то, чем я хочу заняться. Я хочу очистить пространство для того, чтобы впустить в него что-то новое. Поэтому здесь у меня очень четко расписано, какие папки и какие недели я буду разбирать. Для того, чтобы у меня была какая-то схема и для того, чтобы процесс расхламления не растянулся на целый вечер, и чтобы у меня также были силы на оставшиеся две цели. Ниже у меня контроль моего сна. Это очень важный аспект, который я хочу контролировать в течение этого спринта. У меня очень сильно сместились время отхода ко сну и время подъема из-за того, что у меня гибкий график на работе, и мы все еще работаем удаленно. И вы можете видеть эти кошмарные цифры, когда я ложусь спать почти в 3 утра или в 2 утра и просыпаюсь в 9-10 утра. Здесь вы видите, что пунктирной чертой указан идеальный показатель. То есть я хочу ложиться спать хотя бы до 24 и просыпаться в 8. И здесь наглядно видно, как далеко я нахожусь от этих идеальных часов, поэтому буду стремиться двигать свой график именно в эту плоскость. Ну и здесь совсем маленькая ремарочка. На каждую цель я написала себе награду, которую я себе сделаю, если полностью выполню данную цель. И переходим к следующему развороту. Здесь у меня, так же как и на прошлый спринт, остальные дела на период. То есть это то, что не входит в глобальные цели на спринт, но тем не менее это очень важные дела, которые должны быть выполнены в течение этих трех недель. Здесь опять же показатель выполнила или нет, сам план, который нужно сделать, и небольшая заметка. В этих заметках я пишу какой-то... В этих заметках, в этом столбике заметок я пишу определенный дедлайн или пишу номер недели. На какой неделе из своего спринта я буду делать то или иное задание. Ну а далее у меня обычное планирование на неделю. Один лист и одна неделя с понедельника по воскресенье. Вот так вот этот лист у меня расчерчен. Я специально оставляю здесь не очень много места, потому что основное время в течение будней у меня уходит на работу. И для работы у меня есть мой рабочий ежедневник. Если вы не смотрели мое предыдущее видео, то посмотрите, я рассказываю, как его веду. А этот ежедневник нужен для своих личных целей и планов. Поэтому на неделю у меня не такое уж и плотное расписание. Что мне нравится в этом планировании? Мне нравится компактность. То есть у меня нет пяти новых разворотов на месяц. Мне не нужно постоянно что-то заполнять в ежедневнике. У меня есть основные цели. Мои три цели, по которым я ставлю галочки. Мой график сна, который не так уж и сложно проставлять, указывая здесь точки подъема и отхода ко сну. И также я сверяю со своим графиком ежедневно, что и когда мне нужно сделать, и вписываю необходимые дела в неделю, которая сейчас идет. Если такое планирование вам нравится, то, пожалуйста, ставьте большие пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Мне очень важно ваше мнение. Как вы знаете, я стараюсь отвечать на каждый комментарий, который вы оставляете под видео. Поэтому если у вас появились какие-то инсайты, если у вас есть комментарии по данной системе, я всегда буду очень рада прочитать ваш комментарий и вступить с вами в диалог. Ну, а я желаю вам отличной недели, прекрасного планирования, и встретимся с вами уже в следующем видео. Всем счастливо! Пока-пока! Пока!